ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Баруха Шам, добро пожаловать на программу «Узнавай еврейского Иисуса». Я делаю так, по слову Божьему, живому и действенному. Оно острее обоюдоострого меча. Синтия, любовь моя, я рад, что сегодня мы вместе. На днях я вспомнил, как однажды ты присматривала за нашей прекрасной, благословенной внучкой. Заглянув в комнату, я увидел, что ты танцуешь перед нашей внучкой, чтобы та не заснула и не скучала. Я не мог поверить, что ты столь великолепная бабушка, которая танцует перед внучкой. И теперь я зову тебя не иначе, как танцующая бабушка. Да, так и есть. Мне нравится, что маленькие дети возвращают нас в детство. Господь говорит, что нам нужно быть подобными маленьким детям. Поэтому мне всегда приятно быть рядом с малышами. Когда я увидела, что маленькая Джори скучает, я включила песню «Если ты счастлив, то щелкни язычком, похлопай раз и два» и так далее. А затем она начала танцевать и петь. Я была счастлива. И Джори тоже стала радоваться. Баруха Шэм, возлюбленный, я уверен, что приняв слово, которое сегодня прозвучит, вы укрепитесь. Становясь сильнее, мы становимся счастливее. Вы всегда можете положиться на любовь Бога, потому что Он никогда не подведет. Его любовь умножает в наших сердцах веру. Будьте благословенны, возлюбленные. Сегодня мы продолжаем серию, которую я назвал «Как Иисус и Иешуа совершает библейский иудаизм». Это первый эпизод третьего сезона. В конце предыдущего, второго сезона, я сфокусировался на плане спасения. Я говорил о том, возлюбленные, что евреи спасались тем же образом, каким спасаются новозаветные верующие. Другими словами, те, кто находился под законом Моисея, который часто называют Ветхим Заветом, получали спасение точно так же, как люди получают спасение сегодня. Я говорю о том, что Бог спасал евреев в Ветхом Завете точно так же, как Он спасает верующих Нового Завета сегодня. В последнем эпизоде второго сезона я сфокусировался на том факте, что спасение начинается с избрания. Это заложено в суверенности Бога. Бог сверхъестественно избрал евреев из всех народов на земле, не потому что они были лучшие или соблюдали закон, но просто потому что Он любил их. Он был верен клятве, которую дал Аврааму, праотцу евреев. Я фокусировался на том, что если вы сегодня знаете Иисуса, и у вас есть отношения с Богом Отцом, то это не потому что вы избрали Его, но потому что Он выбрал вас. Иисус сказал прямым текстом, не вы Меня избрали, но Я вас избрал. Сейчас я не буду углубляться в эту тему, потому что я посвятил рассказу об этом фундаменте, этом основании нашей веры, четыре эпизода. Есть риск, что мы не поймем, что наше спасение уходит корнями в суверенное избрание Бога, что мы были избраны Им самим. Писание говорит, что не мы Его выбрали, но Он выбрал нас. Если в нашей жизни не будет этого основания, все остальное наше богословие будет путаницей. Если вы не смотрели второй сезон, я прошу вас найти его и прослушать все эпизоды. Сегодня, возлюбленные, я расскажу о следующей характеристике спасения. План спасения в Танахе, Ветхом Завете, идентичен плану в Новом Завете. Он начинается с суверенного выбора Бога. Затем он развивается благодаря тому, что мы называем верой. Когда Бог кого-то выбирает, Он умножает веру в жизни этого человека. Вера — это дар Божий. Вера есть не у всех. Авраам назван в Танахе отцом всех верующих. Авраам, пратец еврейского народа, назван в Новом Завете отцом всех нас. Почему Абрахам, Авраам, назван отцом всех верующих? Почему его так называют? Все потому, что возлюбленный Авраам ступил в отношения с Богом благодаря вере. Бог выбрал Авраама. После того, как он его выбрал, он явился ему и проговорил к нему. А дальше? Если Бог являет себя, если Бог говорит к вам, если Он чудесным образом являет свою силу, то результатом и плодом такого события будет вера. Писание говорит, «В день силы твоей народ твой готов». Когда Господь являет вам себя в Своей силе, вы автоматически Ему верите. Так и на небесах. Там не будет тех, кого нужно будет заставлять, славить Бога от всего сердца. А почему? Потому что они будут на небесах. Когда Господь говорит, когда Господь являет себя, когда Он приходит к нам своим духом, результатом неизменно будет вера. Давайте исследуем этот вопрос, обратившись к Тори, к жизни Авраама, Отца всех нас. Затем мы продолжим изучать эту концепцию и перейдем к изучению Нового Завета. Прежде всего, я обращусь к книге Брешит. В книге Бытия, 15 главе, 5 стихе и 6, сказано нечто интересное. «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего прибудет вечно. Послушайте, что говорит Слово об Аврааме. И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Давайте поразмышляем об этом. Господь явился Аврааму. Господь проговорил к нему, после чего Авраам ответил Богу и поверил ему. Когда нас касается сила Бога, когда мы слышим голос Бога и точно знаем, что это Бог говорит с нами, как это было в истории с Авраамом, нашей реакцией будет вера, потому что сила Бога, источника жизни, который приходит в нашу жизнь и в наше сердце своим духом, вселяет веру Он. Реакция Авраама на то, что с ним заговорил Бог, была вера. А теперь послушайте меня очень внимательно. Писание говорит, что Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. Обратите внимание, что вера Авраама – это дар Божий. Бог наделил Авраама верой, когда явился ему и говорил с ним. Когда Авраам поверил, благодаря данной ему от Бога вере, это засчиталось как праведность. А что такое праведность? Праведность – это примирение с Богом. Как Авраам смог примириться с Богом? Он что, соблюдал закон? Нет, закона тогда еще не было. А, благодаря добрым делам? Нет. Все потому, что он поверил Богу. Послушайте еще раз Бытие, 15 главу, 6 стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Давайте рассмотрим план спасения. Чему учит нас Новый Завет? Благодатью вы спасены через веру. А вера не от вас. Как сказано во 2 главе Ефесиным, это дар Божий. То же самое произошло в жизни Авраама. Послушайте еще раз послание к Ефесиным. Давайте мы откроем 2 главу и прочитаем 8 стих. Повторю, что трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего прибудет вечно. И так тут сказано, ибо благодатью вы спасены через веру. Как мы спасаемся? Через веру. Откуда появляется вера? Она дается нам как дар. Когда Бог кого-то избирает, Он наделяет этого человека верой, Он вселяет веру. Послушайте еще раз. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Итак, откуда появляется вера? Вера приходит, когда ею наделяет Бог. Как? Бог наделяет нас верой? Он наделяет нас верой посредством того, что Писание называет откровением. Вспомните Петра. Господь спросил у него, «Петр, за кого почитают меня люди?» Петр ответил, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью». И Иешуа спросил у Петра, «А ты за кого меня почитаешь?» Петр ответил, «Ты Христос, помазанник, мессия, сын живого Бога». Знаете, что ответил на это Иешуа? Он сказал, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Киева, как его часто называют, вступил в отношения с живым Богом, потому что получил откровение. Он знал, кто такой Иешуа. Когда Петр произнес, «Ты Мессия, ты Христос, ты сын живого Бога». Ответ Иешуа был таким, «Блажен ты, потому что не плоть и кровь открыли тебе это. Ты узнал это не благодаря своему уму или своим размышлениям». Иисус сказал, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». На чем я хочу сделать сегодня ударение? Бог очень сильно вас любит. Я хочу, чтобы вы понимали, вы те, кто вы есть, и вы там, где вы есть, потому что Отец возлюбил вас и избрал вас прежде основания мира. Поскольку Он возлюбил вас и избрал вас, Он вселил в ваше сердце веру. «Эта вера, которая была дана вам как дар Божий, всегда будет связывать вас с вашим Творцом». Иисус сказал, «Хороните свое сердце, хороните свою веру». Нам нужно быть очень внимательными, чтобы хоронить веру, которую Бог нам дал. Нам нужно действовать в вере, которую дал нам Бог. Знакомьтесь, это Аргиам и Мария. Они недавно переехали из Украины в город Аждот в Израиле с тремя своими детьми. Одни из тысячи евреев, которые каждый год переезжают из других стран в Израиль. Этот процесс известен как Алия. Когда в Израиле нет ни родных, ни друзей, такие люди будут чувствовать себя потерянными, смущенными и одинокими. Аргиам и Мария работали на Украине врачами, но не знали, смогут ли найти работу здесь. Прошло почти 10 месяцев, прежде чем они смогли найти работу. Именно тогда они узнали о гуманитарной помощи, которую спонсирует служение, узнавая еврейского Иисуса. Равин Шнайдер трудился рука об руку с местным собранием в Израиле, чтобы восполнить нужды пар, подобных Аргиаму и Марии, ежемесячно обеспечивая их запасом продуктов и товаров, чтобы помочь им сложный период. Самое главное, что их поддержало местное сообщество, которое заботилось и помогало им. В прошлом году служение координировало закупку и распределение более двух тысяч наборов продуктов, поддержав 550 еврейских семей, для которых Израиль стал новым домом. Эта поддержка стала источником дружбы и поддержки на израильской земле. Мы обеспечили их питанием и новыми друзьями из местного израильского собрания. Вернемся к Аврааму. Мы начали изучать жизнь Авраама, отца всех нас, отца всех верующих. Господь проговорил к нему, Господь явился ему. Что же сделал Авраам, когда понял, что Бог Небесный явился к нему и заговорил с ним? Он оставил свой дом и своих родственников, чтобы последовать за Богом и пойти в место, расположение которого он даже не знал. Другими словами, спасение было дано ему как дар через веру. Но цена была высока. Аврааму нужно было повиноваться Богу через веру, которая была ему дана. Несмотря на то, что наша вера дается нам как дар, потому что Бог любит нас, от нас все же требуется делать шаги веры, идти вперед по вере. Вера — это риск. Другими словами, вера означает поверить Богу в то, чего мы еще не видим. Писание говорит, что вера не относится к тому, что Бог уже сделал. Это не вера. Мы верим Богу в том, чего еще не видим. Вера — это уверенность в невидимом. Мы верим, что есть нечто большее. Мы верим, что можем по-настоящему переживать Божью полноту, Его силу и славу. Мы верим, что можем иметь полноту радости, можем иметь покой. Мы верим, что вошли в свободу и потому продолжаем искать Бога. Он сказал, «И взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Поскольку у нас есть вера, мы продолжаем стучать, искать, повиноваться, не потому, что стараемся заработать спасение. Мы уже спасены благодатью через веру. Мы ищем Бога потому, что хотим пережить Его еще большее. Для того, чтобы переживать больше Бога, нам нужна вера. Библия говорит нам, что никто не может угодить Богу без веры. В послании евреям сказано, те, кто хочет угодить Богу, должны верить, что Он есть и что Он воздает тем, кто ищет Его от всего сердца. Бог дал нам дар драгоценной веры. теперь наша ответственность, как и в истории Авраама. У нас есть вера, и мы верим, что Бог есть и знаем, что мы сотворены Творцом. Мы верим, что Бог есть свет, что Бог благ, Бог есть любовь. Бог — это неиссякаемый источник. Мы верим во все это, потому что Бог открыл нам это. Теперь мы делаем шаги веры, ставим Его на первое место в своей жизни и принимаем Его как Господа. Мы начинаем ограничивать то, на что смотрят наши глаза и что слышат наши уши. Мы ограничиваем виды отношений, в которые вступаем, потому что Писание говорит, что тисные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. У нас есть вера, поэтому наша жизнь должна подчиниться Господу. Иисус сказал, если будете слушаться Меня, Я явлю себя вам, и мы с Отцом придем к вам и сотворим в вас обитель. Мы верим, что это возможно, что Иисус действительно может явить себя по-новому. Мы верим, что в реальности можем ощутить, что Бог обитает в нашем духе и в нашем сердце. Мы верим в это, и потому с верой повинуемся Богу. Мы делаем шаг веры, чтобы каждый день уделять время тому, чтобы провести время наедине с Богом. Каждый день мы уделяем время, чтобы поговорить с Ним, поговорить как с лучшим другом. Почему мы это делаем? Потому что верим, что Он есть, и Он воздает тем, кто усердно Его ищет. Как видите, вера и действия идут рука об руку. Это не две разные вещи. Иаков пишет, «Я покажу тебе веру из дел моих». Другими словами, подлинное благочестие, подлинная жизнь по вдохновению Духа Божьего включает в себя поиски Иисуса. Его приоритет — смирение перед Ним и покорность Кресту. И делаем мы это не потому, что стремимся заслужить свое спасение. Никто не может заслужить спасение. Еврейский народ в Танахе, Ветхом Завете, получал спасение не потому, что соблюдал закон. Евреи были Божьим народом до того, как появился закон. Они были Божьим народом, поэтому Бог дал им закон. Послушайте, когда Бог вывел еврейский народ из Египта и разделил море, сделал ли он это, потому что евреи соблюдали закон? Конечно, нет. У них еще не было закона. Бог вывел евреев из Египта, потому что он избрал их и возлюбил их. Мы можем прочитать об этом в Писании. Я открою Исход, 14 главу, 31 стих, чтобы показать, что Бог избирает людей и наделяет их верой. Когда у нас есть вера, мы двигаемся вперед и начинаем еще больше переживать Бога. Мы читаем в Торе, в Исходе, о том, как Бог разделил Красное море, перевел еврейский народ, а затем потопил египтян, которые шли следом. Вот что записано в Исходе, 14 главе, 31 стихе. «И увидели израилетяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею, рабу его». Опять же, это было до появления закона. Бог избрал еврейский народ. Благодаря этому избранию народ пережил реальность силы Божьей. Пережив реальность силы Бога, народ поверил в Него и продолжил идти в пустыню. Позвольте спросить вас сегодня, дети Божьи, верите ли вы, что Бог есть? Вы верите, что Бог сотворил вас, что только Он по-настоящему знает, кто вы такие? Вы сможете узнать, кто вы такие, только когда познаете Господа. Если Он сотворил нас, мы можем узнать, кто мы такие, только когда узнаем, что Он думает о нас. Не важно, что думают о нас все остальные. Если мы были сотворены Богом и для Бога, единственный способ узнать, кто мы такие, это познать себя в Нем и через Него. Если вы в это верите, Бог желает сделать сегодня следующее. Он хочет прояснить это понимание в вашем сердце и мышлении, чтобы вы начали менять свой стиль жизни, менять атмосферу вокруг себя, чтобы войти в единение с Богом, найти Его и найти себя и свою судьбу в Нем, так, как никогда раньше. Все это возможно, потому что Он любит вас. Он избрал вас и Он дал вам веру, чтобы подвести вас к этому моменту. Теперь Он просит вас активировать свою веру и принять решение следовать за Ним. Сегодня кто-то из вас сможет изменить какие-то отношения в своей жизни. Вы связаны с неверующими, личными отношениями. Нам нужно любить всех, но Библия говорит, что у света нет ничего общего с тьмой. Вашими лучшими друзьями не должны быть те, кто не живет для Иисуса. Бог говорит вам сейчас. Если у вас есть близкие отношения с людьми, которые не верят в Бога, Бог призывает вас устранить эти отношения и присоединиться к сообществу верующих, окружить себя Божьим народом. Когда двое или трое о чем-то соглашаются, Бог действует. Я услышал, как Бог сказал, что кому-то из вас нужно изменить свой образ жизни в сфере питания и аппетитов. Я увидел, что есть люди, которые страдают от сильного ожирения. Бог говорит вам, я люблю вас, но дьявол уничтожает вас из-за похоти к еде. Для некоторых людей это настоящая зависимость. Но удовлетворение невозможно найти в еде. Мы все это знаем. Сначала еда приятна на вкус, но если мы продолжаем есть, когда пришло время остановиться, нам приходит ощущение переполненности и плохого самочувствия. После этого появляются проблемы со здоровьем. Если вы верите, что Бог сотворил вас, что Он единственный источник настоящего удовлетворения, отвечайте на это умерщвлением дел питое постом от еды. Я не говорю, что есть не нужно. Откажитесь от похоти в еде и возьмите питание под контроль. Да, будет сложно, но если вы послушаете Бога, вы сможете наполняться Его Духом, и ваш Дух тоже укрепится. Среди вас есть и подростки, которым тоже нужно кое-что изменить. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Мы верим, что у нас есть вера, и мы знаем, Он воздает тем, кто усердно ищет Его. Когда мы с вами сделаем шаг веры, чтобы подчинить свою жизнь истинам Слова Божьего, вести благочестивую жизнь, ставить его на первое место, подчинять его истине, свои эмоции, свое эго, и выбирать его, произойдет следующее. Мы все больше будем погружаться в сферу вечности. Мы найдем Иисуса вечную жизнь и получим божественное удовлетворение, свободу и счастье. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге Чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Иисус 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 Шалом. В следующем выпуске Равин поделится тем, что вам нужно знать об искуплении и как оно относится к вашей жизни сегодня. Не пропустите этот захватывающий эпизод. Равин поделится тем, что вам нужно знать об искуплении и как оно относится к вашей жизни сегодня. Возлюбленные, мы не сможем сделать это без вашей помощи. Если вы верите в нас и в Божие призвания для этого служения, я приглашаю вас стать постоянным партнером нашего служения, узнавая еврейского Иисуса. Шалом, возлюбленные, я прочту из Евангелия от Марка 12 главы 41 стиха. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». Интересно, что сам Бог, пришедший во плоти, наблюдал за тем, как люди отвечали на призыв любви и приносили жертвы и приношения. И сейчас Он также наблюдает за нами. Ему важно увидеть, насколько жертвенные мы с вами сегодня. Мы должны, как подобает, почитать Господа тем имуществом, какое Он нам доверил. Если для того, чтобы вас наставлять и питать, Бог использует служение, узнавая еврейского Иисуса, то будет по-библейски правильно почтить Бога своими финансами, пожертвовав в наше служение. Я прошу вас сделать это, если Дух Святой побуждает вас к этому, если Он стучит в дверь вашего сердца, чтобы вы почтили Его через наше служение. Просто будьте послушны Ему. Бог всегда вознаграждает послушных. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте смс. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои смс-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На Земле многие из нас верны Господу финансы. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Курта Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Посетите Ютуб сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Иисус родился иудеем, жил иудеем и умер иудеем. Его первые последователи были иудеи, но все же христианство и иудаизм разделены. Раскопайте исторические факты, стоящие за этим великим разделением, с помощью новой книги Курта Шнайдера «Лев иудин». Равин говорит о том, что две религии, которые поклоняются тому же Богу, идут разными путями. Но однажды христианство и иудаизм объединятся под знаменем Мессии и Иешуа. Узнайте, как соединены между собой Ветхий и Новый Завет, и как Иисус совершает иудаизм.